Здравствуйте! Зацените, какой у меня за спиной красивый вид. Камни, деревья, вокруг вода и нож, собственно говоря, Хелли Тайган. Это один из ножей, который я очень-очень сильно хотел, глядя на картинку в интернете. И, в принципе, подержав его сейчас в руках, я могу сказать, что это очень классный рабочий нож, надежный инструмент. Но вот я такого восторга, как от большинства норвежских ножей, которые были у меня последнее время, за последние дни в руках, я такого восторга не испытываю. Ну вот, сейчас сделали мы небольшой перерыв, я расскажу дальше про Хелли Тайга, но мне нужно проверить наш параван, потому что есть надежда на то, что мы поймали очередную скумбрию. А вот и она, красавица! Ну так вот, и так как я сейчас нахожусь в лодке, я не могу вам сказать от ЭТХ этого ножа, Это нетрудно посмотреть на сайте hell.no Знаю только, по-моему, длина клинка здесь 12,6, если мне не изменяет память, и около 3 мм толщина обуха. Рукоять из березы. Береза, конечно, выглядит гораздо беднее, чем корелка, которую ставят на ножи российские производители. Монтаж рукояти здесь сквозной, неразборный. И вот он, он надежный, он хороший, он замечательный. Он действительно по виду очень-очень классный такой, настоящий рабочий нож. Но у меня действительно нет такого, у меня не замирает сердце, как когда я, например, брал в руки вот совсем недавно, я не знаю, тот же Hunter от Бруслетта, например. Прямая линия режущие кромки, скандинавские спуски, прямой обух, причем я заметил, что здесь вот есть насечка, но вообще на норвежских ножах нет никаких сериэйтеров, никаких пил. В них вообще нет ничего лишнего. Почему? Потому что люди делают ножи для работы, а не для того, чтобы выпендриваться друг перед другом. От этого и небольшие обухи, и короткие клинья, и толстые, опять же, рукояти. Нож сделан для того, чтобы работать, для того, чтобы просто вот постоянно быть инструментом. Очень хорошие, добротные ножны. Шов сделан сзади, прошито очень аккуратно, на две заклепки поставлены вертикальные петли вертикального подвеса, на не очень, я сяду так от ветра, на не очень широкий ремень. Но это традиционно, здесь таких больших подвесов я не видел. От того, что ножны постоянно здесь контактируют с соленой водой, нож вываливается из ножа, но он в принципе не на поясе носится, а здесь в лодке находится. Нож сделан из нержавейки, и при этом присутствуют пятна ржавчины. Совсем недавно прозвучал вопрос насчет ржавчины на нержавейке. Да, от постоянного контакта с соленой морской водой появляются пятна ржавчины на нержавейке даже, потому что никто особо не запаривается, этот нож вытерет насухо или как-то ухаживает за ним. Очень хорошо им разделывать крупную рыбу, это действительно хороший рабочий инструмент, рукоять за счет такого, здесь две выемки и за счет такого хорошо выраженного брюшка и вот этой вот изогнутой спинки, плюс за счет того, что она здесь утолщение имеет, хорошая традиционная рукоять для какого-то молоточного хвата, для строгания просто шикарная, просто идеальная. То же самое обратным хватом, если вам нужно что-то там поколоть, что-то как-то вот, ну, какой-то удар сверху нанести, просто великолепный нож. Одним словом, с одной стороны здесь написано Хелли Тайга Норвой, с другой стороны пусто, то есть, скорее всего, здесь стоит 440-ая сталь на ноже. Одним словом, мне даже добавить нечего, это очень хороший, надежный инструмент, это один из самых крупных ножей Хелли, если не самый крупный, и он, честно говоря, мне кажется, что это именно такой маркетинговый ход для того, чтобы расширить линейку, потому что он мне не напоминает традиционные норвежские ножи. Ну вот, я смотрю, что у нас снова клюет, так что спасибо за просмотр, всего доброго. О-хо-хо-хо, вот это я понимаю.